Страна-агрессор, в которой, видимо, лишь по странному совпадению, прямо сейчас находится не менее 2,5 миллионов украинцев. В те, что, судя по всему, не смогут проголосовать. Открывать участки на территории России киевская власть категорически отказывается, мотивируя это внимание возможностью неких провокаций и репрессий со стороны спецслужб. В общем, снова русофобский бред. Накопив все эти факты грубого нарушения всех международных норм и стандартов проведения выборов, я думаю, что в конечном итоге перед Россией будет действительно стоять выбор, признавать или не признавать. И я даже думаю, что вероятность непризнания все увеличивается, увеличивается. Выборы в Украине будут в Вашингтуре. Они решат, кто должен быть президентом Украины. Народу Украины не удастся выбрать президента, поскольку президент будет назначен реальным руководителем Украины. А им является пицстаб бесслуб американских. Предвыборная Украина. Местный цик сегодня оправдывался за то, что напечатал вдвое больше бюллетеней. Якобы это не для вброса, а для второго тура. Будто он уже назначен. Вопросов нету. Готовится масштабная фальсификация. По-другому никак. Действующий президент Порошенко тоже идет. Его рейтинги сейчас подрисовывают с тем, чтобы на предстоящей большой фальсификации, в чем мало кто сомневается, можно было бы сослаться на цифры сегодняшних опросов. Украина страна, где традиции политического убийства возведены практически их историей и их современным подходом в ранг ежедневности. Ну а ранее Виктор Янукович на пресс-конференции тоже заявил, у него есть информация, что Киев собирается физически устранять неугодных политиков, чтобы не было конкурентов перед выборами.